Сэшка, купешка из Японии на правом руле. Во-первых, спортивная, во-вторых, молодежная. В целом, нельзя сказать, что автомобиль гоночный, но вот такую тачку большинство берет именно за внешку. Эстетическая красота вот этой малышки, она не оставит равнодушным никого. Я прям с этих движух постоянно кайфую. Классно, классно. Друзья, всем привет! Сегодня смотрим еще одну понтовую тачку. Сразу не буду держать интригу, это Мерседес будет. Но в отличие от остальных Мерседесов, которые мы снимаем, сегодня у нас, во-первых, спортивная, во-вторых, молодежная, в-третьих, это антикризисное решение относительно тех дилерских понтовых тачек, которые продаются в нашей стране. Поэтому встречайте красавца Сэшка, купешка из Японии на правом руле. Друзья, очень много всего наговорил во вступлении, давайте теперь с этим всем разбираться. Сегодня на обзоре у нас Мерседес С180 2018 года. Как вы поняли, это купешка. И сразу же, естественно, стоит обратить внимание на то, что это не просто купе, а купе кабриолет. Именно поэтому мы решили снять его в ноябре. Спасибо, что не в январе, как в прошлый раз, потому что уже никогда не получается так, что летняя тачка приходит к нам летом, а зимняя зимой об этом мы уже очень долго дискутировали в каких-то прошлых обзорах. Подходя к самому автомобилю, хочется дать небольшой экскурс в историю. С-класс появился с 1993 года. И до 1997, пока не появился А-класс, Сэшки считались самыми компактными. То есть это были самые маленькие по классификации и по размерам автомобиля. В начале они выпускались до четвертого, по-моему, поколения. Выпускались только в кузове седан, либо универсал. Потом появился спорт-купе, который отдельно стал называться ЦЛС-ом в некоторое время. И чуть позже они вернулись снова к купешкам. Поэтому Сэшки теперь еще есть и купешки. И, конечно же, когда эти купе стали модернизировать, появились съемные, подъемные, мягкие, либо твердые крыши. То есть машины стали конвертами, как написано в японских аукционах, или кабриолетами, как принято называть их в России. В общем, давайте разбираться конкретно с этим вариантом. Так, друзья, начнем, как всегда, с внешки. Что хочется сказать в первую очередь? Во-первых, эта машина узнаваемая. Любой Mercedes будет узнаваемым всегда, даже если убрать вот эту огромную звезду. Знаете, кстати, что значит звезда Mercedes? Эта эмблема появилась практически сразу. Вообще вокруг нее должно быть написано вот так вот Mercedes-Benz. Но означает она, что концерн выпускает технику для земли, воды и воздуха. Потому что Mercedes-Benz в первых своих проявлениях сразу позиционировал себя как производитель техники для всех трех стеки. Делали и водные моторы, делали и для самолетов. Ну, естественно, автомобильная технология. В принципе, мы обязаны автомобилю Карлу Бенса, потому что именно он запатентовал первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Очень длинная история, очень много интересных фактов, на самом деле, можно сказать, о создании автомобилей или бренда Mercedes. Но основную мысль в итоге все равно мы вынесем такую, что Mercedes, в принципе, бренд очень уважаемый. И плохо сказать про эту машину, ну, реально, это надо постараться. Это я про внешку, да, все. Все, только дотронулся до бренда, да, и уже куда-то улетел в историю. Очень хочется, потому что. Возвращаемся к внешке, друзья. Сказал, что тачка узнаваемая. Вот эта морда, огромная решетка с гигантской лейбой Mercedes, естественно, сразу же бросается в глаза. Вот эти вот интеллектуальные мерседесские фары, которые называются Multibim. Нет, Multibim, это уже здесь я прочитал. На самом деле, они тоже по-хитрому как-то называются. Я думаю, что не будете цепляться к словам, хотя 100% будете, потому что всегда цепляйтесь. Но пишите, как правильно называются. В общем, сами фары – это отдельное устройство, которое не просто адаптивный свет, а свет, который определяет встречные автомобили и делает так, чтобы никого не слепить, при этом качество освещения для вас, да, не падло. Вот. Опять в третий раз я пытаюсь вернуться к внешке, друзья. Стандартная форма купе. Эту тачку вряд ли берут себе там пенсионеры или люди, которые просто ездят на работу. Вообще, автомобили в кузове купе, даже не говоря о том, что это кабриолет пока что, они давным-давно уже доказали, что автомобиль не нужен никому просто как средство передвижения, да. Это, как минимум, говоря об этой тачке, 100% роскошь. Посмотрите на вот это вот оригинальное литье. Мерседесовское, без всяких там приблуд типа AMG и так далее. У нас какой размер надо, да, 225-40-19. И этого вполне достаточно. Не стоит эту тачку украшать каким-то огромным хромом, прочей ерундой. В общем, еще одна сторона, за которую Мерседес уважаю лично я, в том, что тачка в стоке смотрится идеально. И весь тюнинг, он, ну, не то что излишний, да, сейчас вот эти хозяева тюнинг-ателье в Москве, в смысле излишний, да, мы это комплектация, брат, увеличим. Нет, тачка эстетически полноценна вот так, как она есть. И особо здесь сказать нечего. Ну ладно, пока осматриваем боковую часть, расскажу немножко о системе складного верха. Здесь у нас тряпичный, да, брезентуха, как у нас на УАЗиках принято ее называть. Она не просто так здесь выполнена в красном цвете. Есть несколько вариантов исполнения. Они никак не связаны с исполнением цвета кузова. И все это дело можно при желании, да, когда вы заказываете этот автомобиль, вы можете заказать цвет крыши практически любым, каким хотите. Но в большинстве случаев это либо красный, либо черный. Вот, есть еще светлые варианты. Не скажу, что мне это прям сильно нравится. На мой взгляд, для такой тачки, которая в первую очередь несет не вот эту вот молодежную ляпистость, которая выделяется, как по-русски говорит, да. В первую очередь эта тачка несет эстетику в плане вот бизнес-класс, знаете, такой более что-то солидное, блестящее, с легким хромом. Красная крыша, ну, не очень смотрится на мой взгляд. Но, блин, друзья, как показывает практика, большинство автомобилей, именно которых заказывают, от мерседесов со съемной крышей, только бренды берут именно в красном. Во-первых, он идеально сочетается с цветом салона, а во-вторых, когда вы берете кабриет, в принципе, вам пофигу, как эта тачка будет выглядеть с поднятой крышей. Да, вы планируете на нем ездить вот так вот, без крыши, в принципе. Поэтому, какого она там цвета будет лежать в багажнике, глубоко все равно должно быть обязательно. Сейчас поднимем, посмотрим, как это будет выглядеть. Задняя часть у C-шки, она стабильная. Точно так же выглядит примерно, да, если не брать странноватую форму багажника, естественно, которая у нас позволяет прятать крышу. Сложно рассказать, потому что мы не так давно снимали S-купе. Был не кабриолет, да, и я скажу, что, ну, во многом она схожа. Вот, все-таки вот эти черты небольшой скромности после C-шки, они здесь заметны, но, тем не менее, докопаться до какой-то детали, да, сказать, что она некрасивая сзади. Да, там не супер какая-то там изящная, нету огромных спойлеров или там каких-нибудь дико технологичных стопорей, да, как на Audi, например, E-tron. Здесь все четко, строго, но в то же время современно, и по ее круглым вот этим формам видно, что тачка свежая, как минимум. Это у нас 2018 год, напомню. Заглянем, друзья, что у нас по техничке. Ага, нащупал. Нащупал эту прищепку. Очень классно, кстати говоря, с вот этой штукой сделали на BMW. И еще недавно что-то я снимал. А, джили это была. То есть, то бишь, вольво, да, где двойное нажатие рычага под торпедой лишает вас вот этого удовольствия лазить, нащупывать вот эту штуку. И руки чистые, соответственно, и мозги себе не делаете, в общем. Так, 1,6 литров. 156 лошадиных сил, естественно, достигаемые только благодаря турбине. Турбине. Благодаря турбине, соответственно. 250 ньютон метров, стандартная цифра для вот этих вот объемов. Что у японцев, что у европейцев. Недавно мы снимали Audi, у нее 1,4 турбо, те же самые 150 лошадиных сил. В целом, нельзя сказать, что автомобиль гоночный, но вот такую тачку большинство берет именно за внешку. За комфорт, потому что это Mercedes, да, и за удовольствие, которое вам доставляет то, что вам люди все вот так вот след оборачиваются. Потому что, во-первых, это Mercedes, во-вторых, это еще и цешка, купешка, кабриолет. Та-ра-та-та-ра. 18-й. Очень классно у нас техническую платформу дополняет 9-ступенчатый автомат, да, стандартный гидравлический, никаких роботов, вариаторов, никто вам не делает мозги при старте. И благодаря такому огромному количеству передач у вас при скорости там 120-140 км в час будет полторы-две тысячи оборотов. Что, в свою очередь, соответственно, очень классно влияет на расход топлива. Много владельцев Mercedes думают о расходе топлива. Я думаю, нифига никто не думает. Хотя в последнее время становится очень модным экономить и говорить, что у меня тачка жрет 6 литров. Вот эта машина по каталогу жрет около 6,5 литров. Классно? Классно. Какие версии еще вы можете получить? Вне зависимости от того, купешка у вас, седан или универсал. Да, на той же самой платформе можно получить и то, другое, и третье. Помимо них есть еще двухлитровая версия, да, на C200, на 245 лошадиных сил. И есть еще трешка. На сколько? На 367. Это AMG-шная версия, самая дикая, самая жирная. Я ее никогда не видел, наверное. А может, и видел. Честно говоря, вот у нас в Аудиостоке немножко все по-другому. Не все обращают внимание, поворачивают голову на Mercedes, потому что до боли привыкли вообще к разновидности автомобиля. У нас здесь чего только нет. и европейцы, и японцы, сейчас еще, прости господи, китайцы, корейцы и все остальное. Но, тем не менее, эстетическая красота вот этой малышки, она не оставит равнодушным николам. Друзья, находясь в салоне, в первую очередь хочется показать вам сразу все чудеса трансформации этого автомобиля. вот смотрите. Я прям с этих движух постоянно кайфую. Четко, четко. Зачем-то сразу все окна у нас поднимаются, но это не проблема, потому что я их могу открыть сразу обратно. Вот. Кто у нас еще был из кабриолетов? У нас была Мазда, да, у нас был Daihatsu Kupen, очень, кстати говоря, классный. И еще была малышка Honda, по-моему, из 660. Тоже, кстати говоря, прикольный вариант. Но там, что интересно, у него крышу можно было только снять и положить ее в багажник или оставить вообще дома. Вот. Из таких полноценных кабриолетов, которые можно взять с собой, я думаю, что вот этот вот самый топовый. Вот. Так что вот эта опция, друзья, она занимает, наверное, половину стоимости этого автомобиля. И лично я бы приобретал, если бы я приобретал купешку себе, если бы я приобретал Mercedes купешку, я бы 100% взял ее с откидной крыши, потому что это вот такая тема. Хотя у нас в Владивостоке это не так развито. Большинство таких автомобилей отправляются в западную часть России. Это туда, в Сочи, Краснодар, на юг. В общем. Вот. Но, блин, тема мега кайфовая. Мало того, у вас еще есть опция обдува шеи теплым воздухом, да, можно приподнять каким-то вот таким образом дополнительный козырек, чтобы у вас было сзади заграждение и спереди вот такой сплиттер, он опять же увеличивает угол обдува и холодно не будет, поэтому поднять стекла и можно кайфовать даже зимой. Мы Мазду Родстер снимали, блин, то ли в марте, то ли в ноябре как раз таки в прошлом году. Я сидел в шапке-ушанке и скажу вам, что, блин, максимально было комфортно. Ну, чувствовал себя идиотом, конечно, потому что вокруг все оборачивались, что за дебил в шапке-ушанке. Хотел, короче, этот обзор также замутить, но подумал, что для Мерседеса это слишком. Вот. Если абстрагироваться от всех трансформаций, которые мы только что провели и просто поговорить о салоне Мерседеса в принципе, то здесь словами Мерседес-Бенц, я думаю, все сказано. Никто никогда не скажет, что здесь чего-то не хватает или сделано некрасиво, неудобно. Ну, только бомбисты, да, они постоянно, у них вот эта битва баварцев, мерседесисты против бомбистов. Не знаю, мы таким не занимаемся ни с японцами, ни с корейцами, но китайцы пока рано им сюда еще в это противостояние. Они еще пока только начинают свой путь. Так что оставим их в покое. Вообще, какого хрена я о них вспомнил, мы сегодня снимаем вот такой шикарный автомобиль. Деревянные вставки. Абсолютно кожаная кожа, без всяких там заменителей, сохраняющих жизнь бедным коровам. Два огромных дисплея. Один у нас, соответственно, заменяет приборную панель, тахометр, он же спидометр. Сюда же можно всю информацию вывести о ходе движения автомобиля. Нифига я не там управляю, вот здесь дисплеем управляется. Стандартные, брутальные мерседесовские аналоговые часы и минимум кнопочек, потому что эта тачка все-таки не S-класс, не для тех, кто ездит сзади, а тачка для того, кто любит получать кайф от вождения. Вот, поэтому минимум кнопочек, чтобы все опционально, быстренько, удобненько переключил. Настроил печку, выбрал необходимую тебе опцию на головном устройстве, включил музыку, подключил свой айфон. Кстати говоря, тест. Еще разок. Недавно мы снимали ауди, у меня упал телефон вот между этих штук. Мне понадобилось буквально, блин, минут 15, чтобы его оттуда вытащить. Здесь, слава богу, таких проблем нету. Блин, я не знал раньше, что это вообще важно, что это важно, но там мне пришлось остановиться, отодвинуть сидение начале назад, потом вперед, потом все равно вот так вот перелезть и из-под низу доставать. Это просто какой-то трэш. Так ни в одном автомобиле у меня не застревало ничего. Поэтому сейчас во всех буду тестить. Здесь нормально, рука пролазит, так что если у вас не очень жирные руки, роняйте телефон спокойно. Помимо всего, во многих автомобилях реально есть такая проблема, что телефон элементарно положить некуда. Вы либо занимаете подстаканник, соответственно, кофе поставить уже некуда, или что вы там пьете в дорогих машинах. И вот эти вот штуки, всякие присоски, в печку, ну или вот это вот как у таксистов. Ну согласитесь, это не мерседесовская история. Здесь поэтому есть очень удобный вот такой вот шкафчик, небольшое место для хранения. Я считаю, это очень важно в компактном, в принципе. А вот и все. Рассказывать про опции типа электропривода сидений, память, обдув и обогрев, я думаю, нет смысла, потому что, во-первых, 2023 год на кону, на кону, на носу. На носу 24, а 23 на улице. Короче говоря, я думаю, что этим никого не удивить, во-первых, а во-вторых, мы где сидим? Мы сидим в мерседесе, в котором, естественно, все это есть, и перечитать уже бессмысленно. Так, друзья, залазим на заднее сидение через водительскую дверь. Смотрите, мы за ручку вот так вот опускаем спинку, у нас автоматически падает вниз подголовник, и сидушка сама куда-то едет. Что? 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 Ничто. Очень классно, очень удобно. Точно так же, в принципе, происходит и в S. Здесь, я думал, придется делать это все самостоятельно. Хотя, на самом деле, если мы говорим о кабриолете, нафига вам вообще залазить через дверь? Самый кайф, что перепрыгнуть. Да, но мы будем все проверять. Так, в исходное положение сейчас отодвигается сидение. Ну, в принципе, уже бы хорошо бы остановиться. Ага. Ну, так скажу, если бы я был ребенком, мне было вообще кайфово. Поскольку я уже, к сожалению, не он, мне будет комфортно как-нибудь, наверное, вот так. Это будет самый максимум. На дальние поездки, конечно, здесь не вариант, но так случайно прокатиться, да, или сеть вот сюда, как вот эти кисули, которые едут на пляж, вообще вопросов не будет. Вот. А так, согласитесь, эта тачка не для тех, кто возит с собой семью, собак. Вот эту вот огромную надувную акулу, это максимум, я думаю. Вот, купешка, тачка для двоих. Смотрите, друзья, как реализована у нас система обдува теплым воздухом. У нас стоит два просто пропеллера вот таких вот в подголовниках. Четко. Я вначале подумал, что это система обогрева для задних пассажиров, потом вообще задумался, нафига система обогрева, блин, если это кабриолет. Какого черта? Друзья, глянем багажник, при том, что это кабриолет, опять же, не самая нужная вещь. Да и вообще, в принципе, багажник в купешке резко кто использует, хотя он тут есть. 290 литров при сложенной крыше он составляет. В принципе, этого достаточно, чтобы положить пару сумок. Я не скажу, что он очень маленький. Вот. При разложенной крыше, да, соответственно, он у нас увеличивается практически на 100 литров и можно на несколько сумок запихнуть больше, но опять же, вы лишаете все шикарные возможности открыть крышу. Мало кто будет использовать этот автомобиль для езды на дальние расстояния, да, по межгороду или куда-нибудь там в горы тоже на купешке не поет, хотя, почему бы и нет. Если вы молодой, активный и вы не возите с собой 40 человек, просто берете кисулю, грузите пару сноубордов и, пожалуйста, на розу хутор. Друзья, прежде чем мы начнем кататься на этом автомобиле, сразу хочется быстренько пробежаться по основным системам, которые здесь есть, которых здесь не может, конечно, не быть, но, тем не менее, вдруг кто не знает. Во-первых, эта система Mercedes Intelligent Drive, которая у нас позволяет сканировать дорожную обстановку, подстраиваться под нее, которая у нас адаптивна с круиз-контролем. Есть система Stop&Go, по-мерседесовски так названная, по факту это наш тот же самый адаптивный iSight или система ProPilot, как у Nissan. то есть, это круиз-контроль, который позволяет у вас трогаться, останавливаться, при наличии дорожной разметки машина будет практически вести себя как автопилот в городской движухе, естественно, на трассе, естественно, на трассе, а на трассе это в основном ее используют, вот, но остановок, конечно, там быть не может. Так что, все системы активной безопасности и помощи, управления, да, для водителя, которые, в принципе, в современном автомобиле есть, здесь, естественно, не могут не быть, вот, это важно, зачем-то я решил сказать. Что еще мне понравилось, так это то, что, как во всех современных купешках, здесь у нас выдвигается ручка, которая подает ремешок и залазит обратно, как только мы пристегиваемся. Классно? Классно. Вот эта кулиса, которая расположена вместо поворотников на правой рукам автомобиля, да, она не может не радовать. У меня, например, тоже есть один из мерседесов в семье, GL-ка, не самая молодая, но уже вот с такой штуковиной. И когда в потоке ты хочешь резко перестроиться, да, это вот к тому, что многие путают дворники с поворотниками, здесь ты путаешь с поворотниками, блин, переключатель передач. Я как-то раз воткнул нейтралку на обгоне, у меня, во-первых, она ехать перестала, во-вторых, еще и всю гирлянду мне зажгла здесь и сказала, ты сумасшедший, что ты делаешь? Если все в порядке, просто удали ошибку. И встала в аварийный режим. Поэтому, блин, друзья, с мерседесами не шутите, вначале привыкните к аппарату, как это говорится. Друзья, какая-то задержка, конечно, присутствует, мне не особенно нравится, но для тех, кто знает все о мерседесах, не составит никаких проблем все это дело электрически откалибровать. Вот, потому что вот эта е-педаль, она, блин, реально, ну, реально вызывает некоторого рода как минимум недоумение. Вот, в целом, о динамике, друзья, вот мы выезжаем на трассу, давим газ и вполне себе, даже я бы сказал, не то, что все 150 лошадиных сил ощущается, а ощущается все 250 ньютон-метров. То есть, момент шикарный и опять же, благодаря тому, что у нас 9 передач, блин, передаточное число вот такенное, у нас сейчас 2000 оборотов, не скажу, какая скорость, потому что тоже нельзя такие цифры говорить. вот, но тем не менее, очень кайфово. Да, кстати говоря, у нас довольно-таки тепло в салоне, если еще вот так вот пригнуться, вообще, к сожалению, кайфово, но опять же, в ноябре, да, вы можете просто закрыть крышу. Кстати говоря, в инструкции написано, что крышу можно закрывать на скорости до 50 км в час, мы, естественно, не будем этого пробовать, потому что, если ее сейчас оторвет, то, блин, мне придется эту крышу купить, а я пока не планировал. Я хотел купить дочке сноуборд. Кайф? Кайф. Об управлении, в принципе, ну, что можно сказать об управлении Mercedes Coupe? Это не GT Мерс, который прям вот этого, знаете, проваленный родстер, у которого, блин, вообще нету шансов вылететь с дороги, который идет как утюг. Естественно, здесь есть некоторого рода крены, периодически отвлекает вот эта система активной безопасности, которая равняет ее по полосе, если вы не, ну, без поворотников перестраиваетесь. Но, в целом, для городского, спортивного купе кабриолета вот такие ощущения. Что хочется сказать в заключении? Во-первых, друзья, Mercedes это всегда классно и это никогда не дешево. Но в нынешнее время вариант очень четкий. Во-первых, это двигатель 1.6, что у нас, соответственно, антикризисное решение в плане оплаты поршни. А во-вторых, это еще и несанкционный автомобиль. Несмотря на то, что он на правом руле, за вот такую версию именно в кузове конверт или кабриолет, как у нас принято в народе их называть, 3,5 миллиона вот такая цена. От 3 миллионов 200 тысяч рублей можно рассматривать в принципе варианты без каких-то там замечаний и косяков. А вот этот автомобиль в состоянии практически нового, как я всегда люблю говорить, но так и есть, и посмотреть на эту красотку. Да, 3 миллиона 530 тысяч рублей, он обошелся в круг здесь. Если посмотреть, что продается в нашей стране, уже самые низкие цены, которые я нашел, это 2 миллиона 700 с пробегом, да, где-то на западе России уже не понять, когда привезенный, не понять, откуда взявшийся и как обслуженный. Ну, делайте сами выводы, друзья, расставляйте приоритеты всегда и не забывать, что автомобиль, купленный в Японии, это, ну, вообще даже не близко. Вот после, люди не сразу это понимают, люди понимают, когда уже посмотрят все, что продается в России, а потом звонят нам, видят вот эти автомобили, да, и делают, что это прям земля и небо. Ну, опять же, про Японию рассказывать сейчас не буду, друзья, но вы сами разницу поймете, лишь потрогов и ощутив вот это все. Кого можно привезти в качестве конкурентов? Если говорить о кабриолетах, то это родстер из Японии, это Бэхи, есть BMW Z4, есть М-ки, кабриолеты, есть Lexus LC, но, опять же, все это дело не дешево, ну, кроме Мазда, конечно. Мазда Ростр, есть еще Дайхадсу Купен, его можно вообще в 600 тысяч рублей привезти, вот такой вариант, кстати говоря, тоже несколько автомобилей мы взяли, отправляются у нас все на южную часть России, даже в Краснодар или в Сочи. Вот, если не говорить о том, что это кабриолет, в качестве купешек выбор огромный, что среди японцев, что среди европейцев, и в последнее время, наверное, за последние полтора-два года, очень сильно увеличилось количество европейских автомобилей, которые мы возим из Японии с правым рулем. Так что, друзья, не забывайте, что в Японии, в Корее, в Арабских Эмиратах, в США, еще и в Китае есть идеальный автомобиль для каждого. И, возможно, где-то там уже ездит ваша будущая малышка. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны, ставьте лайки и до новых встреч. Компания Сфера Кар предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания Сфера Кар Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.